Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы на 9 месяцев от даты празднования Рождества Христова, имеет один день предпразднства и один день попразднства, в который празднуется Собор Архангела Гавриила. Название праздника указывает на какое-то особое, неслыханное ранее радостное известие, прозвучавшее единожды в мировой истории. Этим и объясняется отсутствие у праздника уточняющего смысл под заголовка, особенно в обиходной речи. Произнося одно лишь слово «благовещение», мы не боимся быть неверно понятыми, ибо радостных известий было много, но благовещение случилось лишь однажды. Таким образом, название праздника «Благовещение Пресвятой Богородицы» буквально означает «радостную весть, сообщенная Пресвятой Богородице». Какая же радостная весть составляет существо праздника? Кто был вестником? Из Евангелия от Луки, ибо только он описывает данное событие, мы узнаем, что немногим более двух тысяч лет тому назад в маленьком палестинском городке Назарете совершилось превосходящее наше разумение события. Природа Бога соединилась с природой человека. Здесь жила скромная подданная римского императора Августа, юная Мария, к тому времени сирота. Можно представить чувство юной девы, которой во время отсутствия Иосифа вдруг зримо предстал небесный вестник, ангел Гавриил. Ангел, водя к ней, сказал «Радуйся, благодатная Господь, с тобою». Но она сильно смутилась от его слов и стала раздумывать, что же значит такое приветствие. И сказал ей ангел «Не страшись, Мариам, ибо ты обрела милость у Бога, и вот ты зачнешь, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, и будет он велик, и назовут его сыном Всевышнего». И сказала Мариам ангелу «Как же будет это, если я не знаю мужа?» И ангел сказал ей в ответ «Дух Святой сойдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, потому дитя твое будет свято, и наречется сын Божий». Тогда Мариам сказала «Пред тобой, раба Господня, да будет со мной, как ты сказал, и удалился от нее ангел». О совершившееся в эти мгновения таинстве трудно говорить. Любые слова кажутся непростительной дерзостью. Здесь пристало только благоговейное созерцание тайны, удобие молчания, как поется в одном из богородичных гимнов. Постараемся лишь понять то, что занимает несколько строк евангельского повествования, подготавливалась всей истории ветхозаветного человечества, и в диалоге ангела и Девы Марии эта история обрела свой смысл и долгожданное завершение. Одними лишь своими силами человек не мог преодолеть глубочайшую пропасть, разверзшуюся между ним и Богом, ибо страшный удар, сотрясший его в незапамятные времена грехопадения прародителей, расколол его сверху донизу, от высшего сознания до телесной природы. Он перестал принадлежать своему Создателю, а значит и своему разумному «Я». Потребовалась встреча и реальное соединение божественной и человеческой природы через Бога воплощения. Только так могла быть возвращена в первозданное достоинство целостная природа человека. И в лице Марии человечество достигло высшей точки своего духовно-нравственного развития и очищения на путях восстановления союза с Богом. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, священномученика Иринея, епископа Сермийского, мучеников Вафусия и Верка Пресвитеров, Арпилы, Монаха, Мирян, Авива, Агна, Риаса, Агафракса, Искоя, Силы, Сигица, Санерила, Саумвла, Ферма, Фила и мучениц Анны, Аллы, Ларисы, Маика, Мамики, Уирка, Анимаисы, Гаафы, Царицы Годской и Дуклиды, преподобного Малха Сирийского, преподобного Василия Нового Константинопольского, мученицы Пороскевы Кочневой, всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok